Работаем. Значит, если в двух словах отвечаю на ваш вопрос, то история России представляет из себя, начиная с начала 17 века, историю прусской власти. Власти пруссаков. Первый Романов на престоле его звали Михаил Романов. Он был назван просто в честь своего дедушки Романа. Это все равно, что вот мне дедушка Арсений, я буду Арсеньем, значит. А его фамилия, вообще природная фамилия, Гамбила. Это прусский род, который приехал служить еще при Иване Калите в Москву и там осел. И вот в результате смутного времени этот прусский род захватил власть в России. И дальше правили, значит, сначала Михаил Гамбила, потом Алексей Гамбила, потом Софья Гамбила, потом Петр Гамбила, Петр I так называемый. А потом Петр II, и род иссяк. Потому что они были безбожники, ощунники, сатанисты. И Господь наказал их тем, что у них иссяк род. И тогда мирно и спокойно власть была передана их окружением прусскому тоже роду, их родственникам, Галштейн-Доторгам. И так появился, необъяснимо, казалось бы, если вы не знаете этих фактов, появился на русском престоле Петр III, который даже по-русски не говорил, Ульрих Альденбургский. И жена его, Екатерина Великая, София Ангальцес-Томская, что-то такое, не помню вообще, по-русски не знаю. Это тоже были Галштейн-Доторг, и та, и другая. Они были родственники, брат и сестра, троюродные. И от них, от этого кровосместительного брака, появился уже Галштейн-Доторгский, Павел I, ну и далее поехали, там Александр I и так далее, да Николай II. Они вообще ни разу не Романовы никакие. Они Галштейн-Доторг, а до этого, так называемые, Романовы были гамбилами, и те, и другие прусаки. И они уже в XIX веке в значительной степени передали экономическую, сначала экономическую власть в России евреям. к Ротшильдам, и к родственникам, и к учененным. И Ротшильды были вообще самая близкая семья для русской и царской семьи. Вернее, прусской царской семьи в России. И уже практически вся экономика, не говоря уже о банковской, смертной и железной дороге и так далее, принадлежали евреям. Еще при Александре II. И при Александре III мало чего изменилось. А Николай II просто передал Россию в концессию евреям в 1917 году, по вашему летоисчислению. И оформлено это было через отречение. Он как бы отрекся от престола. И было временное правительство некоторое время, которое так и называлось временное, для передачи власти постоянному правительству. Потом приехало постоянное правительство уже, от Ротшильдов, Ленин, Троцкий, с целыми бандами евреев. И они воцарились уже в России. Это называется власть большевиков, советская власть. Потом была кровавая гражданская война, когда многие люди не понимали, они же не знали о том, что Николай на самом деле не отрекся, а просто в Лондон уехал. И что власть евреям передана. Они хотели отнять власть у евреев. Типа, как евреи будут руководять великой Россией, Русь святая, туда-сюда, пятая-десятка. Вот и была гражданская война. И эту гражданскую войну с обеих сторон разруливали англичане. Англичане помогали и большевикам, и всему белому движению. Но помогали так, что белое движение загнулось. А всех руководителей белого движения, кого подкупили, кого убили. А некоторые руководители белого движения, таких как Колчак, они на том же пароходе, что Троцкий, приплыли просто другим рейсом из того же порта Галифакса, из Америки. И после того, как выполнили свою функцию, отбыли обратно. И от Колчака трупа не видел никто, как никто не видел трупа Николая II и даже двойников Николая II. Исчезли они примерно в одно и то же время. И забегая вперед, можно сказать, что Колчак еще и с золотом Колчака. Большую часть золота по приказу Гавштейна-Гатурбских Ленин и Троцкий отдали по дополнительному протоколу к Брестскому миру. Представляете, евреев, которые добровольно отдали золото вообще. Причем и шел он целый. А оставшиеся золото, которое было с сибирской стороны, то Колчак вывез. И вот таким образом и золото все тоже забрали. Потом точно так же, как Николай II, отрекся и отрекся Вильгельм от престола зеркально. Просто Вильгельму не надо было инициировать самоубийство. Он просто уехал в Голландию и там жил себе прекрасно в своем замке. И Гитлер и Геринг приезжали к нему. И Гитлер вообще стоял в почетном карауле, когда Вильгельм умер. А Геринг пропадал у него постоянно с отчетами по индустриализации Германии. И Вильгельм был крупнейшим инвестором всей промышленности Германии и выгодополучателем. Об этом тоже редко вспоминают. А Николай II после отречения уехал в Англию и там воцарился вместо Георга V, который умер в результате того, что упал с лошади в 1915 году. И сломался это забедренную кость. Это тяжелейшая травма. Даже в наше время люди не ходят после этого. Уж как минимум. А тут человек вообще не хромал даже. Если верить, что это был Георг V. И Николай II проправил до 1136 года и умер от автаназии, которая была сделана по его приказу. То есть самоубийцей умер. Потом правил Алексей, как Георг VI. А потом Елизавету, которая формально правит все до сих пор. Если в двух словах, примерно такая история. Ну и Вторая мировая война была конфликтом между Едуардом VIII и Георгом VI. Потому что Едуарда VIII изгнали из Англии. Это был сын Георга V. Для того, чтобы отцовился Георг VI. Еще не буду подробно рассказывать, как это было. И если у вас при этом доступе. Вообще, как это произошло. И Эдуард VIII, когда его изгнали, дали ему нищенскую пенсию 20 тысяч фунтов сервера. Это королюка. И он оказался во Франции, в Нормандии, в замке Ротшильдов. Где он был под надзором некоторое время. Потом его отпустили на все четыре стороны. И он поехал к Гитлеру. И сказал, Адольф, помоги мне вернуть трон. И ты будешь вторым человеком в мире. И Гитлер создал Гитлеровскую вот эту коалицию, которую поддержат Эдуарда VIII. В Нюрнберге был съезд Саксон-Кобург-Годской династии. И там все поклонились Эдуарду VIII. Ему на развратной жене, миссис Симпсон, как королю и королеве. То есть высокосветские дамы делали реверанс перед ней. То есть это означало, что ее признают королевой. Это было восстание против Англии, против Георга VI. Это было начало Второй мировой войны. Она началась на самом деле в 1937 году. И была создана вот эта коалиция, которая поддерживала Эдуарда VIII. И другая коалиция потом была создана, которая поддерживала Георга VI. В эту коалицию вошли Соединенные Штаты и Россия. В колонии Англии. И была вот эта война, 100 миллионов человек погибло за то, кто будет править в Англии. Победил Георг VI, как известно. И русские люди совершили невиданные подвиги и защитили от фашизма Великобританию и весь мир. И таким образом Георг VI остался на троне. Собственно, он там и был на нем. То есть, в общем, ничего и не произошло. Знаете, как анекдот есть. Я не заметил, что у меня две кучи говна бесплатно съели. Вот буквально эта история. Вот. История XX века. Потом был Хрущев и Брежник, которые отбились от рук. После того, как Сталин, сначала Сталин отбился от рук и перестал подчиняться. Он же освободил как бы от Гитлера, от Эдуарда VIII. Отстоял престол английский. И он перестал слушаться хозяином. Его отравили. И после этого правил Хрущев и Брежник. Это была холодная война, так называемая. Они тоже. Это был период независимости России, Советской России. А потом пришел Андропов и вернул Россию в страну. Стоило, так сказать. И привел с собой Горбачева. Вытащил Ельцин из Екатеринбурга. Сам не должен до этого момента. Уже Горбачев и Ельцин закончили возврат под руку английских королев. То есть колония вернулась в метрополис. А сейчас опять, видите, Владимир Владимирович Путин борется за независимость страны, за суверенитет. Ему объявляют санкции. Всячески пытаются его сместить. Майданы всякие. Он играет против плана, да? Да, с оранжевой революцией. И поэтому я на стороне Путина. В этой схватке я на стороне Путина. А получается, вся наша история, она получается, вся является выдумкой? Конечно. Вся история – это просто дурацкая выдумка. Это просто надо было как-то объяснять, почему вдруг правят там Ленин и Троцкий. Ну и очень подошла коммунистическая идеология, которая создавалась для индустриализации. Вся коммунистическая идеология – это идеология индустриализации мира. Отсюда рабочий класс как главное сословие, потому что нужно было крестьян перекачивать в рабочую. Так и называлось – перекачивать крестьян в рабочую. Отсюда диктатура пролетариата и так далее. Отсюда главные люди – ученые, которые создают все механизмы, все там средства производства, которые облегчают людям труд и так далее. Отсюда вражда против логистов, которые борются против машин, потому что чем больше машин, тем меньше нужны люди. Коммунизм – это идеология индустриализации. И ради индустриализации передавалась Россия в концессию Ротшильдом. И поэтому идеология, естественно, была коммунистическая. Сейчас у нас постиндустриальное общество, потому что индустриализация на крови десятков миллионов людей, на коллективизации и ГУЛАГом сделана уже. И сейчас постиндустриализация общества, когда коммунизм менее востребован, коммунистическая идеология. Но ее все-таки держат на скамейке запасных. Это уважаемая идеология, которая создала условия для индустриализации всего мира. В виде президента США были тоже кто коммунистами, кто транскистами даже. И Маркс недаром жил всю жизнь на день Генгриса, крупного промышленного. И вообще все это всегда поддерживалось и в России, все их коммунистические идеи. Обратите внимание, как никогда никого не наказывали сильно из революционеров. Революционерам всегда пенсии давали, в ссылках их кормили-поили, в газетах про них писали, на руках из зала суда их выносили. Исключительные случаи были, когда революционеры покушались на жизнь, собственно, того, что они готовы. Тогда их вешали. Это как бы перебор. Это во-первых. А во-вторых, они были лишними свидетелями. Потому что я вот не знаю, кто заказывал убийство, скажем, Александра Второго. Потому что Александра Второго убили накануне того, как он хотел провозгласить императрицей и великую княгиню Юрьевскую, светлейшую княгиню Юрьевскую, свою любовницу, а потом жену, после смерти его жены. А это означало бы, что, скорее всего, Александр Третий потерял бы право наследования престола. У него там было еще трое детей от нее. И конституцию он собирался ввести. И ему, уже революционерам, его убивать никак не надо было. Потому что он был отец родной для всех видов революционеров. Не было 12 лет ни одного террористического акта за последние годы Александра Второго, когда правил Лорис Меликов, такой известный армянин, который был диктатором в России. Так и называлась диктаторская власть при Александре Втором. Это официальная его должность диктатора. Это не то, что там обзывательство. Вот. И поэтому, как бы, трудно сказать, почему так быстро всех повесили. Видимо, могли сказать что-нибудь точнее. Ну, в общем, история, которую нам преподавали в школах, не имеет ничего общего с правдой. Что и неудивительно, потому что отец лжи и дьявол преподавали нам сатанисты, безбожники, всякой сволочи. Я хорошо помню своих учителей. Конченые безбожные сволочки. А что будет 25-го числа? Закончится. 25-го конца 100 лет закончится. В этом году заканчивается 100 лет. В конце сессии. И поэтому, как бы, по всем понятиям, можно сказать, по-пацанским, если говорить, что слово пацанцы от слова обрезанный член, так что пацанские понятия позволяют претендовать на смену власти. То, что территории передадут кому-то еще. И, конечно, с разных сторон говорят, смотрите, Ротшильды не справились. Им на 100 лет давали Россию. Ну, ладно, половину срока они более-менее нормально опрогазовали. И сделали кровавую индустриализацию. А дальше-то? Они упустили Россию с под контролем. Сталина, Хрущева, Брежнева, где власть английского королевского двора нету, они упустили на многие десятилетия российского власти короны. Надо забрать у них Россию, передать более талантливым и способным людям. То есть вот об этом идет речь. Ну, а сейчас мы ускользаем от этой власти. Да, и я от всего сердца желаю Владимиру Владимировичу Путину получить власть от России настоящую. Потому что Владимир Владимирович Путин не пидорас. Это наш человек. Это он не испытывает никакой там органической ненависти к своему народу. Так все нормально. У него совершенно адекватное отношение к людям. Из рабочих. Поэтому, конечно, я не за пидорасов из английской королевской семьи и не за сатанистов Ротшельдов. Потому что я православный христианин, и мне ближе вот, чтобы Путин был. Хоть он и еретик неправославный, но он, конечно, вообще ближе. Несоизмеримо. И я готов всячески, что от меня зависит, ну, что только зависит, делать для того, чтобы он воцарился в России. А не Гарри или Чарльз. Ну да. А то у нас как тут жить тогда? У нас тут будет вообще все, все главные люди, все пидорасы сразу, буквально сказать. Потому что главные будут пидороны. Какое действие вообще самое главное надо делать? Что вы говорите? Какое действие сейчас, на ваш взгляд, самое главное, что нужно сделать каждому, кому небезразлична судьба России? Ну, каждому человеку надо понять, что выход только один. И после этого требовать решения этого вопроса именно таким способом. Надо вырубить электричество на планете. Это даст, во-первых, суверенитет России, как и всем остальным странам, немедленный от мирового правительства. Потому что вся власть зиждется на электричестве. Недаром сатанисты, такие как Ленин, говорили, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны, имея в виду весь мир. Потому что у коммунистов только интернациональное восприятие миров. И коммунизм может быть только всемирным. И вот они построили то, что называли коммунизм. То есть сплошная электрификация, сплошной контроль от каждого по способностям, каждому по потребностям. При том, что потребности определяют группы граждан, какие у кого потребности. Вот они это на базе электрификации построили, такой мега-контроль над человечеством. А нам что надо? Нам нужно делать электрификацию. Нам надо вырубить электричество. Навсегда или на время? Навсегда, навсегда. Потому что вопрос не только политический, не только суверенитет страны, не только о прекращении этого измывательства над нашими странами, над любыми странами Великобритании. Дело в том, что уходит пресная вода в результате всех этих геяний к индустриализации. Добываются подземные ископаемые, и в эти пустоты образующиеся уходит вода пресная поверхностная. И у нас уже ни рек не осталось, ни озер, ни колодцев, ничего. И мы скоро погибнем. Скоро вода уйдет ниже корневой системы деревьев, и леса засохнуты, рухнуты. И будет Кинзадзан. Такая сплошная пустыня, где, кажется, стакан воды будет только тем, у кого чип в руке, а есть система оплаты соответствующая. И поэтому нам надо вырубать электричество, чтобы остановить весь этот научный прогресс, всю промышленность, чтобы мегаполисы расселились в течение двух дней буквально. Потому что без электричества нет воды в мегаполисах, а без воды люди больше двух дней не могут. Поэтому уже на третий день все мегаполисы мира будут абсолютно пустыми. Тут даже мародеров не будет, потому что мародерам тоже надо пить. И это единственный выход, единственное решение вопроса. И надо делать это весной или осенью, весной или летом, весной или летом. Для того, чтобы не было жертв среди людей, для того, чтобы просто разошлись все в разный срок. Кто на дачу свою, кто в дом, кто знаком, кто друзьям, кто рабом, кому устроился, кто наложницей, ну, кто во что гораздо. И все будут работать, все сразу будут и к зиме готовиться. Сейчас, по данным Минсельхоза, 50% половина всего продовольствия, которое производится в стране и поедается людьми, это дачные участки 600-шные. Вы представляете? Это работают в основном бабульки и едульки, молодые, лоботрясы, никто не работает. А если вы рубите электричество, и весной или летом люди разойдутся в то куда, то работать будут все. Потому что индюгу будет понятно, что кто-нибудь будет работать, тот сдохнет. И у нас будет не 50% продовольствия, а 1500% продовольствия по сравнению с прошлым годом. Просто оно будет однообразно достаточно. Будет мало мяса, мало рыбы, ну, ничего не будет превоснованного издалека, потому что вся транспортная инфраструктура стоит. Ну, а вообще у нас будет во, хоть обожрись. Не умрет никто от голода. Все будут здоровенькие, румяненькие, все будет хорошо. Поэтому проблемы нет. У меня на сайте, вы можете посмотреть, сайт Германа Стерликова в Яндексе, набирайте. И там я написал такой опус, называется «Жизнь после электричества». Первые часы, первые дни, первые недели, первые месяцы и первые годы. Ну, если вы с чем не согласны, сообщите мне, там очевидные, то есть это прогнозируемая ситуация. То есть если вырубается электричество, все понятно, что будет с атомными электростанциями, с военными объектами, с метрополитеном, с больницами. Все понятно. Все без нас расписано всякими нормативными актами по внештатным ситуациям. Когда включается резервное питание, и там метрополитен весь выводится наружу, все люди. В аэропортах все самолеты работают только на посадку, никто больше не взлетает. Есть резервное питание. В больницах тоже включается все электричество, надо всеми столами уже тоже с резервным питанием, над керамбическими и так далее. Проблемы нет. Никто не умрет. Никто не умрет. Это все люди так все говорят, ой, если вырубите электричество, вы все погибнет. Да это чушь полнейшая, никто не погибнет. А вот с электричеством погибает бесчисленное количество людей, я вам напоминаю. То есть если остановится медицина, одних абортов не будет 22 тысячи в день примерно. Представляете, 22 тысячи человек только от медицины в день спасены будут. Только тех, которых родители с помощью врачей убийц не убьют. А сколько от трансплантологии не погибнет, кого расчисляют на органы. Сколько от ложных диагнозов рака, когда химии, терапии травят людей. И так далее, и так далее. Поэтому если вы пораскинете мозгами и подумаете, вообще спокойно подумаете, то кроме плюсов в отключении электричества вы не увидите ничего. Это возвращение к нормальной человеческой жизни, к нормальным отношениям женщины и мужчины, родителей и детей, к здоровью, к интересной работе, к тому, чтобы человек начал задумываться о главном, о вечном, о Боге, о вере. Потому что нам тут некуда задумываться в городах об этом. Нам вообще как белки в плече. Это очень хорошее дело, отключение электричества. Хорошо, спасибо.